Вы сталкивались когда-нибудь в жизни с антисемитизмом? Ну, бытовым, я имею в виду, не в частном. Нет, конечно, и в школе, и как угодно ты с ним. А как с ним можно не столкнуться? Ну, может, случайный. Если вы жили в республиках или где-нибудь в Сибири, то да, вот все, что мне рассказывают, что где-нибудь в Баку не очень разбирали, кто тут еврей, кто русский, кто армянин, кто азербайджанец. До сунгаидских событий вообще как-то это было не очень. Если ты живешь в Сибири, да не все приехали. Ну, какая разница, приехал и приехал. На Урале, в Сибири. А если ты живешь на Украине? А если ты живешь где-нибудь в Ленинграде особенно сильно, в Минске, в Питере? Возможно, потому что было два высших училища госбезопасности с их тяжелыми антисемитскими мифами. Я не очень понимаю, почему Путин в данном случае не антисемит. Ну, странно бывает такое. Вы вспомните историю, как после войны убиралось еврейское руководство отовсюду, из армии. Как это происходило в НКВД, ну, жесткая конкуренция, что вы хотите. Жили-были еврейчики. Это было только вот этими мотивами? Огромной мере все, что происходит в мире, объясняется межвидовой или внутривидовой конкуренцией. В том числе в кадровом вопросе, в том числе в политике. У нас формально не было антисемитизма. Но была, правда, поговорка про то, что человек проходит как хозяин между горы и Северных морей, если он, конечно, не еврей. При этом было всем известно, сколько евреев можно принимать, а сколько нельзя, куда можно, куда нельзя, на какие факультеты, с какими... Да я столкнулся, потому что стали из плавок, хотя казалось бы, чего уж там. Там были квоты? Конечно, везде были квоты. Или был преподаватель, который... А у вас пятый пункт был в паспорте? Я еврей-еврей. Я не перст, не осетин, как Хазанов. И вообще говоря, как никогда особо не заморачивался на эту тему. И чего? Поэтому, ну, бывало разное. Пожимаешь плечами, в какой-то момент подрастаешь. Ну, было в школу пару шпанят, которые очень волновало еврейское происхождение. А с того момент, как учишься по уху не промахиваться, удивительно быстро все проходит. Сказали, в торец. Все замечательно. Доброго дня, друзья, а не а другим. По моим наблюдениям, есть темы, которые стопроцентно интересуют потребителя медийной продукции. Слушателей, читателей, зрителей в данном случае. И вот пара из них – это антисемитизм и Путин. Да-да. Поэтому вот в этом фрагменте, где Сатановского я спрашиваю про антисемитизм, он рассказывает про Путина. Это как бы два в одном флаконе. Продолжение следует...